Культурно-универсалия То есть религия Это один из тех элементов Который характерен для всех Человеческих культур Вне зависимости от эпохи Вне зависимости от культурных различий Каких-то отдельных существующих культур То есть для каждой культуры В том или ином виде Религия так же свойственна, как Например Танец или музыка Да, совершенно верно Более того, даже если Какая-то культура себя провозглашает Антирелигиозной То история показывает Борясь с одной религией Эта культура, это общество Учреждает нечто Которое восполняет функции религии И в общем-то является квазирелигией Какие основные Признаки религии Может быть перечислены? В чем религия отличается от других форм Идеологии? Тут вообще вопрос чрезвычайно сложный Потому что религии из-за того, что они Есть в каждой культуре Чрезвычайно многообразные Есть точка зрения, что религия Это никакое не понятие А лишь собирательное имя Фиксирующее совершенно разноплановое явление Но все-таки делаются попытки Какие-то общие признаки В большинстве религий выделить Но я думаю, одним из таких признаков Будет больше доверие не к разуму А апелляция к вере То есть религия, она менее рациональна Религия очень часто ссылается на какие-то знания Уже в готовом виде Которые необходимо принять на веру В качестве аксиома Догмой то бишь То бишь догмой, да Более того, изменение догмата в любой религии Это очень серьезное дело Которое приводит к явлению новой религии Другая черта религии, скорее всего Это то, что религия очень часто апеллирует К сверхъестественному То есть помимо мира нашего видимого В религии есть еще мир невидимый Который воспринимается как более значимый И который имеет власть над миром, в котором мы живем В этом отношении, наверное, ключевое различие между религией и мифом В мифе все-таки нет такого четкого деления Такого четкого дуализма Деления на два мира Мир потусторонний, мир посеусторонний В религии это различие всегда присутствует Да, безусловно Ну и также еще одна черта То, что религия, как правило, это вера в Бога или Богов Ну правда, здесь есть очень важное исключение А именно гуддизм Который поэтому часто называют не столько религией, а философией Но тем не менее, повторяю В большинстве религий европейских А также в христианстве, в исламе и иудаизме Бог присутствует И Бог, в общем-то, определяет все содержание религиозного учения Да, но надо уточнить, что мы религию здесь употребляем понятие не в самом широком смысле А в основном, в более таком узком смысле Имея в виду, в первую очередь, мировые религии Да, если мы имеем в виду мировые религии То, опять же, уточним, что это христианство Ислам и буддизм И тут очень важно в этом термине то, что мировые религии Они адресованы каждому человеку То есть любой человек при желании Независимо от рождения, от национальной культуры Может принять одну из трех этих великих религий В отличие, например, от иудаизма Да, потому что евреям можно только родиться Евреям стать, в принципе, в рамках ортодоксального иудаизма невозможно Равно как невозможно стать ортодоксальным индуистом Потому что мы оказываемся вне кастовой системы Которая определяется рождением Хорошо Так, ну давайте, чтобы наш разговор о религиях был более конкретным Попытаемся выяснить, а зачем вообще религия нужна Да, то есть основные функции Да, какие функции религия в обществе играет И вот, что касается религии Многообразие точки зрения здесь просто огромное А вот, что касается функций религии Традиционно выделяют их семь штук И первая функция Это функция мировоззренческая То есть религия это всегда мировоззрение Наряду с, допустим, современными такими типами мировоззрения Как наукой, философией, каким-то техническим мировоззрением в целом Да, философским мировоззрением, обыденным мировоззрением, мифологическим мировоззрением Присутствует еще и религиозное мировоззрение Которое характеризуется своими чертами Да, и главная черта религиозного мировоззрения Это то, что оно создает абсолюты То есть с позиции религии на любой вопрос можно ответить, это правда, но ответить совершенно четким и однозначным способом. Поэтому в рамках религиозного мировоззрения с одной стороны есть целостная картина мира, но с другой стороны она в одной религии может быть только одной. То есть для религии очень характерна точка зрения, что существует только одна точка зрения правильная, а все остальные же являются еретическими, с которыми необходимо бороться. Поэтому, к сожалению, там, где в обществе значима роль религии и есть другая религия, которая также предъедет назначимость, сразу же возникают межконфессиональные конфликты. То есть наличие каких-то других мировоззрений, оно уже потенциально создает угрозу для конфликта. Да, потому что, опять же, религия, поскольку она считает, что обладает абсолютной истиной, которая сверхразумна и сверхчеловеческая, но зато божественная, то, с другой точки зрения, в качестве истинных она принять не может. Ну, на то она и абсолютная, с точки зрения. Хорошо, какие еще черты? Другая функция, связанная с этим, как раз то, что религия, она может людей объединять, но одновременно может способствовать продуцированию, росту различных проблем, дифференциаций в обществе. То есть религия, она одновременно и интегрирует людей, но одновременно может их и разъединять. Интегрирующая и дезинтегрирующая функция. Да. Интегрирует религия людей в рамках конкретной конфессии. Люди, исповедующие одну религию, одновременно это люди, обладающие одинаковым мировоззрением. Поэтому им просто договориться, и они всегда в другом человеке видят своего брата, которому нужно помочь. То есть по признаку веришь-не веришь, воцерковлен-не воцерковлен, мы создаем определенную социальную группу уже сразу, да? Безусловно, даже иногда религия, она позволяет обществу сохраняться при крушении национального государства. Так, религия, она спасла от ассимиляции еврейский народ, также религия спасла армян, тоже от растворения в других народах, когда армянское царство было завоевано Персией и Турцией. Хорошо, а дезинтеграция, например? Дезинтеграция, она связана, если у нас в едином обществе существует несколько религий. Тогда получается, что наше общество менее устойчиво, поскольку разные религиозные группировки, они неизбежно друг с другом вступают в конфликт, поскольку каждая из них считает себя более правой. И каждая из своей абсолютно. Да, и, соответственно, такие конфликты, они тоже могут государство единое расколоть. Например, Индия в 40-м году была единой державой, однако буквально через два года единая Индия распалась на собственную Индию и на северную часть, которая называется Пакистаном. Потому что Пакистан – это ислам, а Индия – индуисты. В основном? В основном, да. Хорошо, какие еще функции? Например, компенсаторная функция. Компенсаторная функция религии – это функция очень значимая, в общем-то, она во многом, как мне кажется, показывает, почему религия и религиозные ценности обладают статусом ценностей. Религия, она всегда человека утешает. Как бы человеку не было плохо, человек в религии найдет способ найти покой и увидеть в мире какие-то положительные черты, которые от него ускользали. Наверное, это, прежде всего, связано с осознанием человека собственной конечности, да, со страхом неизвестности конца, страхом... Безусловно, да, конечно. Третья. Потому что с точки зрения религиозной после смерти начинается подлинная жизнь. А мы пока должны только к ней готовиться. Да, вся жизнь – это некая подготовка, это не настоящая, это какая-то мир теней, да, и вот после смерти мы уже попадаем в настоящую реальность. Да, безусловно. Более истинную. Конечно. И поэтому религия, она способна нас избавить от страха смерти, да, в общем-то, она способна нам показать, что и условия, в которых мы живем, они не такие плохие, как кажутся. И в целом человек верующий, он значительно легче переносит тяготы мира. Другое дело, что из психологии известно, утешают человека как реальные факты, так и иллюзии. Поэтому то, что религия утешает, это факт, но это не довод в пользу бытия мужа. Ну, это как внушение, самовнушение. Всегда человек может сам себя успокоить, просто заговорив себя определенным образом. Еще важная функция религии – это функция, регулирующая человеческое поведение. Религия – это один из мощных способов заставить человека вести себя определенным образом. Контроль, то есть. И контролировать, и дать какие-то идеальные образцы, например, жития святых, на которые человек может ориентироваться в сложной ситуации. С некими рекомендациями. А также там в религии всегда будет система поощрения наказаний, санкций. Причем эта система, она хорошо продумана, и, в общем-то, поскольку религия была всегда, то опыт многотысячелетний в этих санкциях он также присутствует. Еще одной функцией религии, связанной с регулятивной, является функция коммуникативная. То есть религия, она обеспечивает общение, с одной стороны, верующих между собой, а с другой стороны, если мы верим и потустороннее, то религия говорит о фактах откровения, то есть о фактах взаимодействия потустороннего, Бога, ангелов и людей. Но фактов не в научном смысле, а в религиозном смысле. С точки зрения, я думаю, не только научного, факт это то, что происходит в человеческом опыте. Так же ведь? Хорошо. А религиозный опыт, у него важная черта есть в том, что он неопровержимый для человека, который его пережил. Правда, этот человек не может свой опыт транслировать другому человеку. То есть он неопровержимый, но не обладает интерсубъективностью. Простите за умные слова. Хорошо. Так, ну и еще важной функцией религии является функция легитимирующая, разлегитимирующая. То есть религия способна некоторые общественные порядки объявить законными, а другие поставить вне закона. Причем то, что религия продолжала законным и незаконным, это действительно очень варьируется от норм той или иной культуры. Например? Например, в Египте религия освещала ни больше, ни меньше, как акты кровосмешения. А именно фараоны должны были жениться исключительно в своих сестрах, дабы династия сохранялась и не было споров между разными царскими династиями и домами. С другой стороны, религия могла пригласить человека грешником, и в такой Европе такой человек лишался пограбительства закона. То есть кто угодно мог с человеком все, что угодно сделать. Его можно было ограбить, обидеть, даже убить, и никого наказания бы не было. Еще одной функцией религии является функция культура транслирующая. То есть религия, она великолепно сохраняет ценности своей и своей культуры и передает их от поколения к поколению. В общем-то это очевидно, потому что наиболее древние сохранившиеся памятники культуры, это всегда памятники, имеющие религиозное значение. Будучи свойственной любой культуре, религия сохраняет определенный комплекс текстов, традиций, норм, и, соответственно, благодаря тому, что у нее есть какой-то ресурс сопротивляемости по отношению к внешним воздействиям, она эти ценности сохраняет в силу своей специфики. Да, в своей специфике и традиционности. Правда, на то, что религия, она всегда отсылает нас к каким-то прошлым традициям, она способна меняться в зависимости от конкретной ситуации в обществе и в истории. И вот в настоящее время, в 21 веке, религия отнюдь не сказала своего последнего слова. Во-первых, в обществе наблюдается религиозный ренессанс, то есть количество верующих людей перестало сокращаться и даже увеличивается. Далее, внутри собственных религиозных отношений в 20 веке возникло, а в 21-м продолжается такая любопытная практика, как экуминизм. Что это такое? Экуминизм – это изначально движение за объединение разных христианских конфессий во вновь единое христианство. Ну а шире он понимается, как просто попытки налаживать межцерковный и межрелигиозный диалог на основании общих ценностей. Ну и наиболее часто читается то, что близки людям ценности добра. То есть здесь религия обращается к морали. Но опять же, необходимо нам наш разговор заканчивать и позволить итоги. Но позвольте заметить, что если есть у нас экуминизм, как тенденция к объединению церквей, есть и противонаправленная тенденция к некой изоляции и локализации этих религий, которые приводят у нас к межрелигиозным конфликтам мирового масштаба. Безусловно, да. То есть когда одна религия и культура, ее носитель, видят некие ценности, которые принципиально противоположны, принципиально несовместимы с ценностями этой культуры, это вызывает как раз религиозный ренессанс и некий фундаментализм. Безусловно. И опять же, религиозный фундаментализм, он опять же, скорее всего, вызывает точки зрения, что я являюсь хранителем абсолютно истины, и поэтому мне невозможно договориться с представителями иной религии и даже иного мировоззрения в целом. Но в качестве итогов, я думаю, нужно обратить внимание на то, что, во-первых, религия – это очень древняя культурная универсалия, во-вторых, то, что религии чрезвычайно многообразны, а в-третьих, то, что религия – явление сложное, пластичное, и она отнюдь не собирается отходить на задний план в истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова